Юлик Да что вы мне все там про бывших пишете или про тех с кем я общался У меня сейчас вообще другие приоритеты в жизни Я не то что абстрагировался от женщин Но есть более важные жизненные цели У меня сейчас 33 года Сознание в голову многие приходят Сейчас точно не время бегать там за юбками Вот и все Серый фильм Дон Гуч Дон Гуч, кстати, давно не смотрел Ой, точнее, давно хотел посмотреть Что с БТЦ сейчас будет? Очень хороший вопрос Он пойдет либо вверх, либо вниз Так, фильм Лофт Про что он? А вы можете, вот, советуете фильм описания Хотя бы какое-то про него минимальное Давать, а то так сложно Какой жанр? В смысле, ты не будешь пить на свадьбе? Нет, представьте Я уже научился Блин, а то у меня такая кривая борода, или мне кажется? Или это так свет падает? Или это криво бороду постриг? Не буду Алкоголь, это ваш враг Я в этом В Турции окончательно убедился Две недели уже вообще не употребляю алкоголь И дальше не планирую Так Поезд Кусан смотрел Что у нас тут еще есть, интересно? Ну, а кто знает, куда пойдет этот биткоин? Да никто ничего не знает Если брать мою позицию, она у меня очень простая Я на 60% я писал в своем телеграм-канале в крипте И на 40% нет То есть Жду, что Если будет перелой, то докуплюсь еще Но, возможно, перелои не будет Нам не дадут Ниже зайти И это будет там 17.600 или там 17.400 Куда там тенями бился биток Это был Этим мы поставили дно рынка Неизвестно Серый Помню Завтра 10.30 в Сити Только башню напомню Там какая-то Империя, Федерация ОКО Мне кажется Серый, мне кажется Наша башня это ОКО Это стопудово наша башня Реально О чем у меня Порода вправо ушла Или это Бля, я только сейчас заметил Что, прикол какой-то Или что Очень странно Ну ладно Серьезно Не буду пить на свадьбе Абсолютно серьезно вам говорю Нужно учиться Расслабляться На трезвую Ну точнее Не нужно напрягаться Вот и все Я сижу за столом С Черновой и Йосей Мне и так будет Очень весело Какие книги По саморазвитию Посоветуешь именно ты Какой хороший вопрос Блин Я их столько всех Разных прочитал А если ничего Не читали Почитайте книгу Наполеон Хилл Дума и Богатей Она прикольная Она несложная Джон Кеха Подсознание Может все Автобиография Илона Маска Это просто топ Но она длинная Но она длинная Очень большая Большая книжка Поэтому Ну Богатый папа Бедный папа Роберт Кийосаки Их на самом деле Очень много Потом этот Монах Который Продал 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 Свой Феррари Тоже прикольно Там на подумать Понятно Я столько разных книг Прочитал Уже просто Ну Всего не помню Мы все мертвы Ну-ка Интересное название Какое-то Давайте посмотрим Извините Я на секунду Выпаду Вот честно Я вам хотел сказать Большое спасибо У меня Вот меня еще смотрит Немного людей Там у вас 45 человек У меня честно говоря Мне по кайфу Нет токсичных людей Я очень надеюсь Что мы от них От всех избавились Мне проще вещать На небольшую аудиторию Мне саму даже Так комфортнее Которая интересна Там мои взгляды На жизнь Мои мысли Мои принципы Чем На большую аудиторию Хотя честно В глубине души Я бы Готов был Общаться Там И с 200 И с 500 И с 1000 людей Ну Нужно над собой Немножко поработать Че Так Мы все мертвы Или нет Так Наиви нету Где посмотреть Этот фильм Погони за счастьем Смотрел Сериал С 8 серий Нет Спасибо вам большое Нет У меня завтра День расписан Я должен встать В 9 утра В 9 утра Я должен проснуться До 10 Я должен походить По беговой дорожке Потом позавтракать В 11 Выехать в комету Там потренироваться Потом Заехать в одно Секретное место Поехать домой Переодеться И поехать на свадьбу В 17.00 Начало свадьбы Поэтому Поздно Ложиться Нельзя Я забыл Как фильм называется Мы все мертвы Точно Так Мы Все Блин Такого нет Фильма Нигде А где он Идет Девушка Или Человек Который Снимаю Больше Сторисов Со свадьбы Все Все самые Жаркие Сторисы Будут у меня 100% Как дела С ВБ Ну я же говорю Отдал на Аутсорс Эксперт Который Со мной Вел Прямой Эфир Он Занимается Этим Так Я никогда Не читала Какое Чистое Сердечное Признать Че могу Сказать Ну Каждому Своё Я например Считаю Что В книгах Есть Много Тех Мыслей Которые Ну Из других Источников Получить Нельзя Книги Расширяют 100% Ваше Сознание Ваше Знание Делают Вашу Речь Более Грамотной Более Красивой Поэтому Ну тут Каждому Своё Я Последнее Время Тоже Перестал Читать Я стал Слушать Аудиокниги Это Намного Удобнее Глаза Не Устают Я Стараюсь Всё-таки Беречь Зрение Много Не Сидеть За Ноутом За Телефоном Потому 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 Что Когда Были Жизненные Моменты И Было Очень Много Работы В Телефоне Вот Особенно Это Был Конец Марта Начало Апреля Но Бывали Моменты Что Просто Глаза Вылезали Нарушь Поэтому Если Не Читала Послушай На Свадьбе Будет Красивая Девушка Мисс Дом Два Это Очень Круто Я Был С Мисс Москвой Что Может Что Может Быть Лучше Как Можно Этот Уровень Перебить Так Все Деньги Мира Я Смотрел Ладно Все Не Будем Шутить Вообще Давайте Смотрите Давайте Не про Бывших Давайте Про Настоящее Про Будущее Расскажи Про проект Который Сейчас Проходишь Называется Феномен Что Собой Подразумевает Проект Двенадцать Человек Из Разных Областей Бизнеса Кто То Занимается Организацией Путешествий Кто То Занимается Арбитражом Крипты Вот Чем Я Хочу В том Числе Заняться Там Даже Двое Ребят Таких Есть Одна Девочка У нас Семейный Психолог Одна Учит Как Правильно Вести Наставничество То Когда У вас Уже Есть Готовый Продукт И Вы Можете Обучать Других Людей Вот Он Учит Как Это Правильно Делать Как Продавать На Большие Чеки Учимся Мы У Раяна Раяна Хмедьянов Есть Такой Товарищ Он Стоит В Клубе 500 Вот Довольно Интересный Эксцентричный Неординарный Человек Я Только Поэтому К нему И пошел Потому Что Честно Вообще К инфобизнесу Отношусь Так Скептически Вот Там Недавно Мы Обучение По арбитражу Покупали У Ребята Сити Заплатили Им 10 тысяч долларов Оказалось Все Хуйня Просто Так Проебали Деньги Ну Извините Что-то Так Говорю Просто Обидно Поэтому Ну Цель Цель Сделать За Два Месяца Два Миллиона Рублей Ну Вот Потому Что Последние Три Месяца Честно Признаюсь Была Финансовая Такая Просадочка После После Апрельского Пробития Миллиона Мы Сделали Там Четыре Ляма Я Сделал За Неделю Потом Пошла Коррекция Назовем Это Так По-простому Вот Сейчас Хочется Вернуться На Прежние Рельсы У кого Свадьба У меня Какого цвета Будет Твой костюм Я не буду Я не пойду В костюме Я пойду Как мне удобно Саня Но Я не буду Вырежаться И там Одевать Рубашку Костюм Летом Я Оденусь Очень красиво Элегантно И стильно Я Уже Делай Мне кажется Поступки Человека О многом Говорят Особенно Когда Это Девушка Я считаю Что Ромашову С Настей Повезло Из всех Дам Которые Были На Доме Два Хороших Там Было Не так Много Дай Твой Рецепт Драников У меня Есть Супер Мука Французская Мука Стоила 600 Рублей За 600 Рублей Покупал Из нее Получаются Драники Просто Божественные Правда Готовить Сейчас Некому Поэтому Мука Мука Стоит Денис Привет Мне кажется Я Денису Отправлю В Санкт-Петербург И он Сделает Из этой муки Очень вкусный Бургер Замесит Тесту О Денис Заходи В прямой Эфир Хоть Поугараю Ну У меня Рот Так Натонирован Ну Анастасия Я в принципе Примерно Понял В какой Сферой Сфере Деятельности Вы работаете Вот Эта сфера Деятельности В Москве Всем очень Знакома Сразу Видно Что вы Очень Порядочная Интересная Девушка Поэтому Денис А нет Запросов О Нет Любовь Денисова Хочет выйти Со мной В прямой Эфир Денис Давай Ну Денис Давай Вот Эта Херни Пожалуйста Ты же Шеф-повар Так Нету Его Запроса Денис Ты можешь Запрос Отправить Так Про ревность Как я могу Кого-то ревновать Если я Не нахожусь Ни с кем В отношениях И вообще Ревность Это очень Спустя годы Я понял Что это Очень глупая История Потому что Если человек Что-то захочет Сделать Он в любом Случае Сделает А В принципе Человек Который Находится С вами Рядом Он вам Не принадлежит И нет смысла Абсолютно Никакого Его ревновать Ну то есть Мы все Здесь Временно В этом Мире И если Вас человек Уважает Он Ничего Плохого Не сделает Так Очень Вот вы Все Присоединяетесь А где Почему Вас Больше Не становится Те вопросы Короче Это Нет смысла Ревновать Совершенствуйте Себя Делайте Себя Лучше Каждый День Учитесь Учитесь Новому Достигайте Новых Высот Следите За своей Внешностью Правильно Питайтесь И все Так Слава Украине У нас Добавилось Яндекс Мы Мы все Мертвы Мы все Там Какой-то Мне кажется Супер Фильм Ладно Сейчас мы Залезем В интернет И найдем И найдем Так Ребят Без обид Но Я уже говорил Что мы Политическую ситуацию Не обсуждаем Нет Никакого Смысла Этого Делать Мы про позитив Про Хорошие эмоции Плохое качество Ревность Да Ну Периодами Я сам по себе Замечал Тоже ревновал Понимаете От того Что вы Ревнуете Человеком Вы показываете Скорее Свою Какую-то Несостоятельность Несостоятельность Что ли Неуверенность В себе Да Иногда Это сложно Сделать Но Есть такое Еще Понятие У мужчин Как конкуренция Да Я тоже заметил Что Блядь Как я так Ужас Какой Это как Я так Это как Я так Побрился Ой Это я видимо Не проснулся Блин Ладно Завтра Подправим Хотя Может Так Прикольно Тебе Нас Не хватает Вот И Но Есть Такое Понимание То есть Конкуренция Должна Быть Между Мужчинами За Интересных Девушек Вопросов Нет А Ревность Это Ну Какая-то Хуйня Честно Что Будешь Дарить На Свадьбу Я Уже Ответил Как Как ты Думаешь Есть Любовь Я думаю Только Первое Не знаю Что касается Короче Любви Вообще Такая Непонятная История Вроде Что-то Похожее Я испытывал В этой Жизни Вот Но потом Все равно Все становится Ну Честно Вам Говорю Как На Душа У Меня Все Я Решил Не Врать Больше И Не Говорить Людям Так Как Они Хотят Услышать Иногда Вот Потом Все Становится Пресно Хочется Я Вам Говорю Как Я Чувствую Потом Хочется Новых Эмоций Ты Думаешь Что Там С Новой Девушкой Ты Эти Новые Эмоции Испытаешь На Какое-то Время Там На Две Недели На Месяц Ты Испытываешь Новые Эмоции Потом Сваливаешься Обратно Вот Все Таки Я Склоняюсь К тому Что Если Ты Не Можешь Пока Встретить Своего Человека И Ну Ты Чувствуешь Это Что Ты Не Можешь Встретить То Наверное Нужно Как Б Взять Паузу Не Думать Об Этому То Не Заострять На Этому Внимание И Блин Сбили Меня Забыл Про Что Говорил Вот И Короче Ну То 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 Пожить Для себя Вот Для Мужчины Я считаю Самое Главное Самореализация Да и Для Девушек Сейчас Тоже Честно Сейчас Такое Время 21 Век Все Интересные Мужики В том числе И девушки Чем-то Занимаются Не сидят Дома Поэтому Если хотите К себе Притянуть Что-то Подобное Или что-то Хорошее Посмотрите На себя Типа Соответствуйте Либо Этому Вот и все Только Не ругайтесь Матом Любовь Денисова Я вас Немножко Огорчу Я иногда Ругаюсь Матом Мои родители Об этом знают Мне уже 33 И Иногда Мне хочется Скать Что Все Заебись И это Неплохо И нехорошо Просто И иногда И вы Ругаетесь Я увидел А так За Теслу Сегодня Читал Вообще Как бы Нет ничего Плохого В том Чтобы Там Иногда Ругнуться Матом Это эмоции Людей Просто Не делать Это Очень часто За Теслу Сегодня Читала Что она Имеет Отрицательный Денежный Поток И нужно Продать Биткоин Чтобы Обеспечить Положительный Поток Что думаешь По этому Поводу Я комментировал Эту новость Своем Телеграм Канале Это Был Очередной Фуд Фуд Это Кто пытается Большую Часть Или Большую Массу Инвесторов Напугать То есть Большая Часть Любого Инвестиционного Рынка Криптовалютного Рынка Фондового Или Валютного Это Простые Люди Вот И Чтобы Управлять Толпой Создаются Либо Очень Позитивные Новости Да Там На 60 Тысячах Долларов Вас Кормят Большим Числом Позитивных Новостей Для того Чтобы Вы На хае Накупили За обе щеки Все засунули Битко Побольше На все Деньги Желательно Квартиру Продать Машину Кредит Еще взять И По 60 Просто Волын Залететь Вот А фуд Это Негативные Новости То есть Как раз То что С Теслой Я думаю Что эта Новость Уже Отыграла То есть Для чего Фуд Распространяется Вот Например Майнеров Из Китая Выгоняли Да Вот То есть Простой Человек Который Например Майнил Крипту Или Купил Биток По 40 Он Читает Эту Новость Он Видит Что Там График Начинает Ити Вниз И Что он Делает Начинает В минус Продавать Этим Пользуется Маркет Мейкер Он За счет Этого Получает Прибыль Вот То же Самое С Теслой То есть Я думаю Эта новость Отыграла Как раз Они продались Где-то С 29 И Вниз Когда Очень быстро Биток Ну Потому что У Тесла Большой Объем Битков Как раз Биток Тогда С 29 Сходил На 22 И Потом Даже До 18 Бился Причем Это Произошло Там За 7 Дней Или Даже Быстрее Вот И Соответственно Многие Инвесторы Простые Попродавали В минус Я уверен Что Илон Он Очень умный Товарищ Он же Ракеты В космос Запускает Вот Что Он же Обратно Давно Закупился Там По 18 По 19 И сидит В ракете Поэтому Всегда Старайтесь Думать Против Толпы Так Такие Эфиры Это Классно Про развитие Очень приятно Будем Значит Почаще Проводить Мне Очень Важна Обратная Связь Честно Признаюсь То есть Я бы Вас Хотел Попросить Если Вам Не Сложно Это Сделать Под Эфиром Писать Вопросы Комментарии Вот Ну То есть Чем-то Интересоваться Чтобы Я Понимал Что Время Которое Трачу На Прямой Эфир Оно Не Проходило Зря Оно Для Кого-то Эта Информация Действительно Окажется Полезной Молодечно Привет Главная Цель В жизни Хочу Создать Свой Инвестиционный Фонд И Изменить Хотя Сколько Я Писал Ну В идеале Конечно Если Я Бо Смог Изменить Один Миллион Человеческих Жизней В лучшую Сторон Это Было Для Меня Вообще Топ Но Если Даже Получится Чуть Меньше Будет Круто Я Все Таки Сторонник Того Что Многие Говорят Что Деньги Не важны Я все Таки Сторонник Того Что Я Выходец Из Простой Семьи И Честно Вам Скажу Все Должно Быть В балансе Но Когда Люди Сводят Концы С концами И Очень Тяжело Работают Как Мой Отец Например Всю Жизнь Очень Тяжело Работал И Там Содержал Нашу Семью Все Остальное И мама Тяжело Работала Долгое Время То есть Я все Таки Считаю Что Мир Нужно Немного Изменить Ну Точнее Немного Его Нужно Сильно Изменить Что Мир Должен жить По Другим Категориям И Что Деньги Разрабатываются Намного Проще Очень Много Зависит От Вашего Мышления Очень Много Поверьте Мне Большинство Того Что Нам Рассказывают В школе Это Полная Туфта Или В университете Честно Вам Скажу То есть Даже Не то Что Туфта Очень Много Лишней Ненужной Информации И Пять Пять лет В университете Реально Можно За пять Лет Попробовать Себя В пяти В шести В разных Специальностях То есть Реально Вот По моему Опыту Одного Года Достаточно Чтобы Попробовать Себя В какой-то Новой Сфере И понять Ваша Это Или Нет Оно Вам Сразу Будет Отзываться Если Ваша Потому что Вот Я пять лет Учился В универе Примерно К концу Четвертого Курса Уже У меня Сложилось В голове Что Ну Скорее всего Не буду я Долго работать Юристом Не моя Эта история И когда Я Распределился Там Воинскую Часть Спустя Полгода Я понял Что Это Полная Шляпа И если Вы так Внутри Чувствуете Я не сразу Уходил Я еще Два года Послужил Потому что У меня Отработка Была Там Пять лет Я выплачивал За половину Обучения Точнее За половину Неотработанного Времени Я выплачивал Деньги Вот Но я ушел Потому что Я больше Там не мог Находиться Я считал Что Просто Я в пустую Трачу время И потихоньку 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 Жизнь начала Трансформироваться В то Что я хотел Поэтому Все что Вы в голове Можете себе Придумать Вы это Притянете Ты наверное Думаешь Что ты молод Красив Девушки Обращают Внимание С телека Так это нормально Что ты рассуждаешь Насчет любви Девушек И отношений Да Я молод И красив Но вообще Мы сейчас Не про девушек Говорили Про любовь Вроде был вопрос Дай свой телеграм Мой телеграм Мой телеграм Написан В описании Профиля Там История Про финансы Так Твой крестик Куда Куда Посоветуешь Сходить В Минск Спа Ривьера Мне нравится Ресторан Лебяжи Неплохой Что с твоим изучением Английского Преподаватель В отпуске Вроде как 25 Обещал вернуться Это то есть Ожидать падения Да не нужно Ничего ожидать Это значит Что если у вас Есть Свободные деньги И вы готовы Зайти в рынок То Зайдите сейчас На 50% А на 50 Оставьте Если вдруг Он ниже пойдет Биткоин Скорректировался На 74% От АТХ All time high От наивысшей Цены своей Ноябрьской И сейчас Не покупать Ну как бы Вы не трейдер То есть Вам не нужно Там вам Каждый доллар Роли не сыграет Да там Цена Потом Это первое Второе Я не думаю Что у вас там Какие-то супер Большие капиталы Типа там Там От 100 тысяч долларов И выше Что для вас Там Важна там Цена входа Если это Не какие-то Небольшие деньги Покупайте Сейчас Хорошее время Купить крипту 100% Такой голос У тебя приятный Тебе надо Для медитации Записать Аудио Да В секс По телефону Пойду Работать Привет Привет Сейчас Ты закрываешь Глаза И находишься И находишься В том месте Которое тебе Очень нравится Это меня Майк Смайл Научил Это Год Назад Когда еще Инвестиционный фонд Амир Капитал Работал Мы Ставили мне Голос Пытались ставить Я кстати Жалко Что я это все Забросил Ну не то что Забросил Я просто выступил Мне не очень Понравилось О Артем Привет Вот Мне не очень Понравилось Как я выступил В роли ведущего То есть я понял Что ведущим Мне точно быть не нужно Я могу выступать В качестве спикера Но точно не быть Ведущим Вот Я через VPN Yes С Барзиковым Нет Мы не общаемся Вот И история Очень простая Есть еще навыки Которые мне нужно Докрутить Я их буду Потихоньку Докручивать Вот Но сейчас Как бы хочется Реально То есть Я почувствовал В 33 года Вот запрос Что Мне нужно Новое окружение Сто процентов Это То Это вот То чего Я там Последний Год Страдал Из-за того Что знаете Есть какие-то Идеи в голове Мысли Все остальное А даже Не с кем Поделиться Ну то есть Есть там Пару друзей Пару людей С кем Можно Пообщаться Знаешь Знаете Которые близкие Вам душой Такие вот Люди Не знаю Как вам Объяснить Ну типа Вы можете С ними Даже не часто Видеться Но при этом Когда вы вместе Вы очень хорошо Друг друга Понимаете Ну надеюсь Правильно Объясню Привет Артем Как там Кроссовки Поживают Я свои Кроссовки С ТП Отдал Ну не отдал Точнее Отдал Доступ Там Одному Из наших Инвесторов Он Решил Заняться Спортом Он Не ходит Как у тебя Дела Конечно Я иду На свадьбу К Ромашову Я честно Мы с ним Не виделись Наверное Полгода Может больше Короче Мы с Женей Виделись Последний раз По-моему В ноябре В конце ноября Месяца 2021 То есть Реально Прошло Да Даже больше Чем полгода Прошло Так Конечно Это отлично Что ты стремишься Быть лучше Самолизоваться Больше Зарабатывать Это все получится Я верю Спасибо большое Так Главное Чтобы была Энергия Внутри Честно Вам Еще признаюсь Последние Три месяца У меня Был Жесткий Упадок Энергии Я Прожил После Расставания С Миленой Очень много Различных Эмоциональных Качель Меня Покатало Так Сверху Вниз То есть Там От Если По десятибальной Шкале Оценивать 10 Баллов Вверх 10 баллов Вниз То В какой-то День я Заработал По-моему 20 или 25 тысяч Долларов За один День В этот Момент У меня Вот Картина Мира Просто Ну Я Столько Не Зарабатывал За один День В этот Момент У меня Картина Мира Просто Перевернулась И Я Понял Что Деньги Немножко По-другому Зарабатываются В том Числе И Путем Упорного Труда Но Очень Важно Чтобы Многие Моменты Складывались Воедино Это И Окружение В котором Вы Находитесь Это Временной Интервал То есть Вот Пример Вам Приведу Вот Многие Инвестируют В крипту Да Но Кто-то Купил Биткоин По 60 Тысяч А Кто-то Имеет Сейчас Возможность Купить По 20 И Тот И тот Человек Проинвестировал В крипту Но Результат У двух Одинаковых Людей По сути Будет Абсолютно Разный Вы Понимаете О чем Я говорю То есть Очень Важно Попасть В нужное Время В нужное Место С нужными Людьми Скажем Так Вот И были Очень Жесткие Моменты Когда Мне Вообще Не Хотелось Никого Видеть Честно Признаюсь У меня Бывают Моменты Дни В жизни Когда Я Могу Целый День Провести Наедине С собой Я Практически Ни с кем Не общаюсь Даже В мессенджерах То есть Я Что-то Делаю По работе Изучаю Какой-то Новый Материал Либо Могу Просто Сидеть Например Если У меня Там Нет Настроения Ничего Я могу Просто Смотреть Фильмы Или Включить Себе Орел Орешку И смотреть Программу Про путешествия Про какую-то Новую Страну Где Я Не Был Как Справляюсь С Плохим Настроением Честно Пока Ничего Лучше Спорта Я Не Придумал Спорт Общение С людьми С правильными Во время Физических Нагрузок У вас Выделяются Правильные Гормоны Через Ваше Тело Выходит Вот это Все Плохое Настроение Оно Чаще Выходит Мне Утром Очень Часто Я Утром Просыпаюсь Мне Не Хочется Ити На Беговую Дорожку Честно Вам Скажу Но Я Делаю Себе Очень Комфортную Историю То есть Я Себе Включаю Что-то Интересное На телеке И Таким Образом Иду Потому Что Еще Вам Скажу Параллель Все Истории Которые Связаны С волей Типа Знаете Испытывать Себя Вот Все Диеты Вот Эти Которые Знаете Я Буду Две Недели Сидеть На Воде Или На Одних Яблоках Вот Или Там Есть Сухую Грудку С гречкой 7 дней В неделю Чтобы Похудеть Ну Примеры Вам Такие Довольно Банальные Привожу Но Короче У Меня Лично Вся Эта История Абсолютно Не Работает Мой Мозг Он Очень Хитрый Его Сложно Обмануть И Он Мне Говорит Слушай Чувак Либо Ты Подбираешь Такую Историю Чтобы Нам С тобой Было Вместе Комфортно И Тогда Я Готов Худеть И Все Остальное Делать Но Если Ты Не Будешь Мне Типа Это Я Говорю Про Свой Организм Если Ты Не Будешь Мне Давать Вкусную Качественную Еду Ты Будешь Срываться И Поэтому Что Я Убрал Чтобы Похудеть Убрал Разные Там Соки Которые Я Раньше Пил Заменил Их Просто Воду Целый День Или Чай Пить Вы Не Сможете Поэтому Я Себе Купил Несколько Разных Вкусов БЦА И Элькарнитина Элькарнитин Нужен Для Того Чтобы Вашу Жировую Массу Лишнюю Преобразовать В Энергию Во Время Тренировки Его Круто Пить Плюс Купил Себе Растительный Жиросжигатель Который Там Не Ну Не Оказывает Какое-то Сильное Влияние На Сердце Потому Что Есть Плохие Жиросжигатели Я Когда Готовился К Сыревам Это Ну Как бы Вредить Своему Организму Я Не Хочу И Таким Образом То есть Уже Часть Калорий Я Убрал Плюс Убрал Полностью Сладкое Оставил Фрукты Малину Голубику Черешню Ем Яблоки Ем Ну Такие Некалорийные Фрукты Стараюсь Есть Утро У меня Каждый день Теперь Начинается С каши В основном Это овсянка Иногда Может быть Что-нибудь Еще Но В основном Овсянку Вот Я особо Не парюсь Вот И Ну Стал Более Чисто Питаться Перестал Ходить По ресторанам Потому Что Ты там Всегда Переедаешь И там Очень Сложно Ну Питаться Здоровой Пищей Поэтому В основном Сейчас Готовлю Сам Иногда Заказываю Доставку Здорового Питания Вроде Очень Как-то Развернуто Ответил На вопрос Так Как-то Не очень Приятно Слышать От молодого Человека Своей красоты Любовь Любовь Дениса Вы Тоже Очень Красивые Умные И Интересные Себя Нужно Любить Что По Пулу Артем Что Что